Итак, продолжаем. Это четвертая группа крови по генотипу АВ, соответственно по фенотипу на поверхности эритроцита есть белок А и есть белок В, и антител нету. Разберем такой вот случай. Допустим, родители один со второй группой крови, второй с третьей группой крови. При этом они где-то разъекватные. Так, Полина присоединилась еще. Вот они где-то разъекватные. Какие могут быть комбинации? Да, то есть вот этот родитель образует два типа генов, вернее типа гомет. Вот такую и вот такую. Вот гемету может образовать. Соответственно, когда мы это все дело скрещиваем, то у нас может получиться как четвертая группа крови, третья, вторая и первая. Ну, допустим. Понятно, да? Четвертая, третья, группа крови. Вот. То есть здесь просто рассказываю про коды минирования, чтобы вы понимали, как это все кодируется, записывается там в организме, выглядит. Ну и дальше вы уже сориентируетесь по задаче, если понимаете, что вообще происходит. Ну, понимаете, что это вторая группа крови под фенотипом, это третья группа крови. Вот их скрестили друг с другом, и у нас могут варианты быть и первая, вторая, третья, четвертая. Поставьте плюсик, если вот здесь все понятно. Так, отлично. Отлично. Что у нас остается? Пятый, шестой пункт. То есть, ну, всех бывает шесть. Название будет Эпистаз. 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 Он может быть вот под пунктом 5 идет доминантный. И под пунктом 6 будет эрит сильный. По поводу Эпистаза самое главное тоже понимать, что вот такие штуки, они существуют. Сориентироваться. Ну, в общем, вы же спецназ, поэтому, ну, вы крутые, вы все поймете и разберетесь. Так, по сути, сейчас пишу условия задачи, которые вам нужно будет сейчас решить. Смотрите, вот этот вот, а большое кодирует черную окраску. Черный цвет. Ну, допустим, речь идет, ну, пускай о кроликах. Да. Вот у кролика, а большое кодирует черную окраску. А маленькая кодирует белую окраску. Белый кролик. Б большое имеется. Это тоже белая окраска. Белый цвет. И Б маленькая тоже белый. Но ген Б – это вообще не про окраску. Это регуляторный ген. Что он делает? Он контролирует работу гена А. То есть, если у нас, допустим, вот такая вот особь, которая, по идее, должна быть черная, но если имеется хотя бы один доминантный ген Б, он будет подавлять синтез черного пигмента, и такая особь будет белой. То есть, она будет белая. Собственно, это и называется доминантный эпистаз. Когда есть какой-то ген регуляторный, который вот в данном случае доминантный ген Б, этот доминантный ген Б, он подавляет синтез черного пигмента. И такие особи будут белые. Соответственно, чтобы они были черными, они должны быть, то есть, Б большого быть не должно. То есть, вот такая особь, она уже будет черной. Да? Ну, если особь просто не содержит этого пигмента, то она тоже будет, конечно же, белая. Это, я думаю, вы поняли. Внимание, вопрос. Задача такая. Скрестили двух дигетеразигот, вам их нужно будет прям вот это скрещивание нарисовать. Потом всех черных, черные, нужно обвести в кружочек, написать сколько штук. Вот. Белых подчеркнуть и тоже написать сколько штук. То есть, я жду от вас, что вы сейчас на листике скрестите вот этих вот двух особей. Из того, что получилось, черных обведете в кружочек, белых подчеркнете и напишите вот столько-то черных, вот столько-то белых. Ну, всем этим сфотографируйте и пришлете в чат. Окей. Ну, условия вот этих вот, что гены доминируют, вот как доминантный эпистаз, как вот я сейчас рассказал. Вот эту вот картинку я оставляю. Вы сейчас начинаете это все дело писать, рисовать, фотографировать и присылать в чатик. Все, я жду. Работаем. 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 Продолжение следует... 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 То есть какие-то редко встречаемые вещи, чтобы вы были к ним готовы, посмотрели с другой стороны на это все дело. Спасибо. 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 Еще 20 минут до конца занятия. Так, пошли первые результаты. Пока комментировать никак не буду, подожду еще. Продолжение следует. Валерия и Диана, у вас все окей. Так, Христина, тоже все окей. О, суть в генетике поняли? Да? Что вообще происходит? Хорошо. 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 Все. Хорошо. 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 Все получится. Так, окей. Сцепленное наследование. Я не буду вдаваться в Дебри. Я просто… Мы хакнем эту систему. Я вам скажу… То есть задачи, они однотипные на сцепленное наследование. Вас хотят, чтобы вы поняли только одно. То есть, когда вам дают задачу, их может быть два варианта ответов. Условие обычно такое. Ну, у нас есть мухи-дрозофилы, да? Дрозофилы-дрозофилы, которые… Вот ген А кодирует, допустим, красные глаза. Вот красные глаза. Ген А маленькая, например, черные глаза. Отвечает. Так, ген Б большой отвечает за… Давайте длинные крылья возьмем. А ген Б маленькая отвечает за короткие крылья. Это в плане вот то, что нам дано. Еще нам дано, что гены находятся на одной хромосоме. Вот. И процент кроссинговера… Ну, смотрите, так… Расстояние между геном А и Б или аллелем А и Б. То есть, если мы берем хромосому, да? Расстояние между аллелем А и аллелем Б… Ну, сколько возьмем? Давайте, 20 марганит. Морганит. Ну, Морган изучал все дела, кроссинговер и так далее. То есть, вот расстояние между вот этими вот генами… 20М, 20 марганит. Точно так же можно сказать, что процент кроссинговера… Тоже 20%. То есть, расстояние между генами процент кроссинговера – это вот одна и та же фишка. В задачах, вот два типа задач, да, допустим… Стоит вопрос такой… И там, и там, один и тот же вопрос. Ну, допустим, нужно найти процент особей с красными глазами. То есть, красные глаза. Ну, и короткие крылья. Короткие крылья. При скрещивании… Там… Двух особей… С красными глазами… И длинными крыльями. То есть, мы сразу понимаем, что и там, и там будут дигетарозиготы. Да? То есть, особи будут дигетарозиготные и там, и там. Но они будут находиться в… Ну, наследоваться сцеплено будут эти гены. Чтобы это вас не подвергало в ужас… Нет, вру. Даже не такое у вас будет… При скрещивании не двух особей с красными глазами и длинными крыльями, а, допустим, при скрещивании оса B с красными глазами и длинными крыльями, да, ну, проходит как бы анализирующее скрещивание с черными глазами и короткими крыльями. То есть, ситуация выглядит так. В одном случае… Сейчас нарисую, кого с кем скрещивают. Скрещивают и ту, и другую особь… Ну, то есть, проводится анализирующее скрещивание. Да? То есть, вот эта вот особь, она вот как раз имеет черные глаза, вот это вот черные глаза, вот черные глаза и короткие крылья. То есть, вот это и это, это две разные задачи. Вот это одна задача, это вторая задача. И их параллельно будут для вас решать, чтобы вы чувствовали разницу. Вот, что может, как бы, либо так, либо так будет. Есть вариант, там это будет… Вам нужна будет задача прям… Задача будет определить. Одно дело, когда у вас скрещивание идет… Ну, красные глаза и длинные крылья, да. И другое дело, когда у вас вот такая дигетерозигота. Чуете подвох? Что, по сути, и то, и другое дигетерозигота. То есть, при сцепленном наследовании, когда речь идет о сцепленном наследовании, то записи типа вот таких вот, они недопустимы. Да? Они недопустимы, потому что гены находятся на одной хромосоме. И у нас вопрос, они либо вот так расположены, либо они вот так расположены. Понятно? У нас либо вот эта ситуация, либо вот эта ситуация. Собственно, вот я здесь это и описываю. Чтобы понять, это один вариант или второй, будет говориться, что у этой особи есть родители. И, соответственно, в данном случае обычно родители будут… К примеру, если родители были вот такие… То понятно, что половинку получила эта особь от мамы, и половинку получила от папы. Да? Ну или наоборот. половинку получила от одного родителя, и половинку получила от второго родителя. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам вот понятен вот эта вот логическая цепочка. То есть по условию тут у нас красные глаза и длинные крылья, и тут у нас красные глаза и длинные крылья. То есть нам нужно вот с красными глазами и длинными крыльями скрестить особью, которые имеют черные глаза и короткие крылья. Черные глаза и короткие крылья, мы понимаем, что это дигомозигота, да, рессивная. И тут как бы вопросов с ней никаких нету. Вот. Вопрос только вот в этих двух особях. И если это сцепленное наследование вот на ЦТ, то вот вас конкретно это и спрашивают. Вот. Вроде пишите, что понятно. Теперь. Гометы. Как образуются гометы? Ну, по эту сторону, понятно, у вас тут один тип гомет. Вот. Ну, только такая гомета будет. Точно так и здесь. То есть вот эта вот особь образует один тип гомет. А вот эта, как ни странно, она образует четыре типа гомета. Та и другая. Но вот у нас процент крысинголера 20%. Что это значит? Это значит, что у нас будет 20% особей, вернее, 20% гомет будет с крысинговером. Соответственно, 80% без крысинговера. Что это значит? В данной ситуации без крысинговера будет вот такая гомета и вот такая гомета. Обводим их в кружок, чтобы вы понимали, что они не вместе тусуются. Это по отдельности гометы. И таких гомет будет 40%. И таких гомет тоже будет 40%. Ну, что 80%, значит, нужно разделить на два. Таких будет 40% и таких будет 40%. Карсинговер происходит, значит, вот таких вот особей, вернее, таких вот гомет после крысинговера. Их будет 10%. И вот таких вот гомет, их будет тоже 10%. Карсинговер, это вот когда вот здесь вот, они местами меняются. Так, соответственно, мы когда скрещиваем, вот эта вот половинка от мамы, допустим, вот эта половинка от папы. Здесь вот то же самое. Нам нужно найти кого? Нам нужно по заданию найти процент с красными глазами и короткими крыльями. То есть у нас красные глаза – это вот и короткие крылья. То есть вот эта особь с красными глазами и короткими крыльями. И в данной ситуации таких особей будет 10%. То есть ответ будет 10%. Если посмотрим на этот вариант, то есть как здесь события развиваются, то вот такая особь будет без крысинговера. Вернее, такие вот гометы будут без крысинговера. А с крысинговером будут вот как раз вот такая и вот такая гомета. Ну, когда крысинговер вот здесь вот проходит. Соответственно, когда мы уже скрещиваем, вот A большое, B маленькое, A маленькое, B маленькое, то есть скрещиваем вот эти вот гометы. Понимаем, если здесь 80%, то этих будет 40%, этих 40%. Этих 20%, значит, этих будет 10%. И этих 10, да. То с красными глазами и короткими крыльями будет вот особь. И их будет 40%. Что вы понимали, еще раз. Сцепленное наследование. Вас будут ловить. И вообще не то, что ловить. От вас хотят, чтобы вы понимали разницу. Как вообще, что это значит, да. Если вы вот это вот поняли, что вот есть кроссоверные гометы, вот крысинговер, да. Что гетерозигота, она может быть вот такой и вот такой. И вам даются родители вот этой особи для того, чтобы вы определили, какая она именно. Да. И вот от этого, вот как раз от этих родителей, от родителей вот этой вот особи зависит, какой вот будет итог. 10% или 40%. Я вам говорил, что если вы даже вообще не бум-бум в этом, то тут есть только два варианта. То есть если вы видите 20% кроссинговер, вот просто 20 марганит видите в задаче. Значит, 50 на 50. У вас в ответе будет либо 10, либо 40. Ну понятно, как считается. Потому что у вас будет 20% кроссовера на этот момент. 10 тех, 10 тех. Значит, в ответе получится либо 10, либо 40%. Если вы получаете какое-то другое число, ну значит, вы какую-то дичь нарешали. Вот. Ну, все вообще мега легко и просто. Кто понял со сцепленным наследованием? То есть я вас могу поздравить, мы вообще всю генетику с вами закрыли. Не, ну останутся, конечно, еще всякие фишечки, то есть которыми придется вас научить. Не, ну я довольно-таки быстро постарался это объяснить, чтобы успеть до конца занятия, потому что тут осталось две минуты. Но я вам это загружу, и вы, короче, сможете это еще пересмотреть. На вас ложится к четвергу вся теория. Вот вся вот эта теория. Что нужно сделать? Нужно взять и по памяти все это написать. То есть если вы не будете, ну не будет получаться решать задачи, просто берете, повторяете теорию. Все, ну не нужно ничего придумывать. Повторяете теорию. Обычно после повторения теории человек говорит эврика и задача решается. Вот. Мы с вами не разобрали пункт пять. Это посчитать, рассчитать. Ну и пункт четыре оформить. То есть мы в процессе, как оформляются задачи, какие-то всякие такие фишечки. Я буду вам еще давать задачки, будем их вместе решать самостоятельно там и так далее. Короче, в процессе всему этому научимся. Окей? Сейчас обрубится наше занятие. Осталось тут десять секунд. Я желаю вам хорошего вечера. Вы большие молодцы. Скину запись, пересматривайте, учите. Фотки конспектов сейчас скину. Все. Всем пока. Вы крутые. Вот. Можете написать. Пару секунд есть. Чего-нибудь. Хорошо. Крутяк. Классно. Мне самому нравится. Все. Всем пока. Завершаю я, в общем, конференцию. Всем пока. В общем, можно смотреть. В общем, конференцию… Всем пока. Продолжение следует... Смотри.